Исход тюркских племён в начале XIII века из южных районов Сибири Кимакского Каганата вслед за своим ханом Джучес территорий, переданных ему ранее в личное владение, включая Поволжье и с Булгаром, привёл к образованию уникального централизованного государства – Золотая Орда. Оно расширило и модернизировало мировую торгово-транспортную сеть в Великий Шёлковый Путь, ускорило передвижение материальных ресурсов и обеспечило безопасность торговых путей, что подстегнуло интеграционные процессы в Евразии. В короткие сроки на берегах реки Волги при сильной ханской власти возникли крупнейшие торговые и экономические центры, были построены мегаполисы, оборудованные всеми благами современной цивилизации, канализацией, водоснабжением. Дома строились из кирпича, с обогреваемыми полами. Широкие улицы и кварталы новых городов отличались правильной планировкой с прекрасной архитектурой строений, красивыми базарами, развитым гостиничным сервисом, то есть караван-сараями, многочисленными ирригационными каналами и бассейнами, даже фонтанами для их жителей. В 1333 году арабский путешественник Ибн Батута побывал в сарае и описал его так. Город-сарай – один из красивейших городов, достигающий чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, красивыми базарами и широкими улицами. Однажды мы поехали верхом, намереваясь объехать и узнать размеры города, выехали утром, а доехали до другого конца города только после полудня, и это все сплошной ряд домов. При средней скорости движения верблюда 6 км-ч расстояние, пройденное Ибн Батутой, составило не менее 36-40 км, что достаточно много для средневекового города. Сарай Бату был, вероятно, одним из самых больших и благоустроенных городов той эпохи. Аналогичную картину можно наблюдать при рассмотрении территории второй золотордынской столицы, нового сарая, это Сарай Берке или Царевское городище недалеко от Волгограда. Сделанное в начале XIX века описание территории нового сарая звучит так. От села пришиба через город царев, сплошные на 15 верст и более, огромные остатки зданий. В расположении улиц обнаруживается правильность. Можно узнать дом, пристройки, сад, канавы и водоемы. Развалены по реке сплошные и обширные. Можно и далее продолжать, перечисляя и описывая другие городские центры золотордынской цивилизации – Махши, Булгар, Гулистан, Укек, это современный Саратов, и далее. Но где они сейчас, где их развалены? Об исторической реконструкции Булгара – отдельный разговор. Часть исторически известных городов, например, Гулистан, так и не были найдены или не локализованы с известными городищами. Это совсем не об истории с Колизеем, Помпеями или Парфеноном в Афинах, примеров цивилизационного вандализма в истории предостаточно. Но почему так системно, с завидным упорством, долгие столетия разрушали остатки городов Золотой Орды, чтобы полностью уничтожить материальные остатки тюркской цивилизации, не оставить о ней ни следа, ни памяти? Почему на территории России остались нетронутыми и хорошо сохранились греко-римские памятники западной цивилизации, и совсем нет золотордынских? С момента покорения Казанского, Астраханского, а впоследствии и Сибирского ханств, территории городских центров превращались в каменоломни. В 1578 году царь Фёдор Иванович велел ломать мезгити и палаты в Золотой Орде и тем делать и города. В документах от 1631-1632 годов уже идёт речь о полной застройке Астрахани. Велено брать на Ахтубе кирпич и ханскую мечеть и дом ханский сломать, чтобы было довольно как белого камня, так и железо. Велено посылать помесячно на реку Ахтубу для кирпичной и каменной ломки. И такие же случаи административных указов или местных инициатив наблюдались практически во всех уцелевших золотордынских городских центрах – Махши, Булгар, Укек и другие. Особенно сильно пострадал город Махши, который практически был стерт с лица земли, но камни которого пошли на строительство церквей, монастырей и казенных домов. Нобели размещали нефтяное производство на территориях золотордынских городских центров. В начале 70-х годов XIX века владелец увекской территории Константин Маурин ломал кирпич и камни из золотордынских построек для возведения мостовых города Саратова. За три года из Укека было вывезено свыше 70 тысяч вазов кирпича. Археолог Франц Баллат в своей работе «Приволжский Помпей» указывал на широкое использование ордынского кирпича при возведении церквей и жилых строений в XVII-XIX веках по всему Поволжью. Современные исследования показывают, что ордынский кирпич являлся качественным продуктом своего времени, широко использовался для возведения стен и других конструктивных элементов зданий. После полного вывоза кирпича и камней из строений золотордынских городов Сарай-Бату, Новый Сарай, Булгар, Укек и другие, начиная с Петровских времен, на их территориях были организованы крупные селитряные производства для изготовления пороха. Кстати, территория, на которой ранее располагался первый сарай, из-за своего специфического производства получила название селитряные. Одним из важных компонентов сырья при производстве костной муки и селитры служили останки людей и животных из-за хранений. В 1741 году на Укеке был построен завод по выработке селитры, но в 1749-м из-за истощения запасов сырья он был упразднен и соединен с Ахтубинским селитряным заводом. Кстати, Увекский селитряный завод был самым успешным промышленным объектом Саратова, который принес максимальную прибыль в казну города. Особенно интенсивное разрушение золотордынских городищ происходило во второй половине XIX века, когда по древним караванным путям и в местах переправ прокладывались железные дороги, строились нефтехранилища братьев Нобель. Нобели размещали нефтяное производство на территориях золотордынских городских центров, где опять фигурирует Сарай-Бату, Новый Сарай, Укек, Булгар и другие. Остатки роскошных татарских усадеб, богатых мавзолеев на территории укекской агломерации были отданы под промышленные застройки Нобелей. Только на территории золотордынского Укека за 1913 год были сооружены резервуары в количестве 30 одних штук, из которых 19, ёмкостью 2 миллион 945 тысяч пудов. Площадки под резервуары тщательно расчищались от татарских захоронений и строений. Из фундаментных камней строились противоползневые стены, а из оставшегося строительного материала и обломков керамики формировали площадки под опоры резервуаров. Причём следы бесконтрольной археологической деятельности товарищества нефтяного производства братьев Нобель нашлись лишь спустя несколько десятилетий в музеях немецких городов Берлин и Йена. Вклад тюркских племён, составлявших основу Золотой Орды, в становлении и последующее образование Российской империи в границах огромного золотордынского пространства неоценим. Кто бы что ни говорил, но татарский кирпич в здании российской государственности впечатан навечно. Игнорировать этот факт просто невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok